Мы хотим говорить о репродуктивных правах женщин. Выбор за или против материнства не может быть не навязан, не ограничен властями. И у нас очень разные участницы наследия советское и влияние Российской Федерации все еще в регионе сделали ряд этих норм идентичными в разных странах. Мы вот тут проверяли некоторые из норм. Они дословно совпадают в Беларуси, Армении, России, Кыргызстане и других странах. Итак, сегодня мы поговорим о репродуктивных правах женщин. Как в тех случаях, когда они оказываются навязаны, то есть воспринимаются как какое-то обязательство женщины, обязательно быть матерью, рожать детей, выполнять эту роль как самую главную в жизни, так и в тех случаях, когда, наоборот, желание женщины быть матерью или даже ее реальное материнство, когда у нее уже есть ребенок или дети, ограничиваются властями. Женщин принуждают к отказу от материнства, абортом, стерилизацией, даже иногда отбирают детей. Первой будет говорить Бактугуль Баскорпоева, доктор, эксперт по медицинским вопросам, и она нам расскажет в целом о проблеме репродуктивного здоровья женщины. Я бы хотела осветить проблему репродуктивного здоровья женщин-мигрантов, которые находятся за пределами страны. Группа женщин-мигрантов, которые в поисках работы, высокой зарплаты и лучших стандартов жизни, были заняты в основном челночным бизнесом, связанные с тяжелым физическим трудом. Без должного доступа к наблюдению, по данным Министерства здравоохранения, из общего числа материнской смертности 12,6% составляют мигрантки. Из 12 случаев умерших женщин были мигрантами, и 5 из них проживали в России и прибыли в страну практически перед родами. Из 12 женщин, из 7 женщин уже поступили в родильный дом, уже в крайне тяжелом состоянии, когда уже медицина была бессильна. Трудности беременных мигрантов не исчерпываются только отсутствием средств на платное медицинское наблюдение. Перед ними встает сразу же угроза потери работы, и, соответственно, невозможность оставаться в стране пребывания без заработка. Часто таких мигрантов выгоняют из квартиры, не оплачиваются никакие больничные во время беременности, никакие декретные пособия. Не получают пенсионное обеспечение по вопросу для возвращения и страховое обеспечение именно касательно медицинского обслуживания. Наши мигрантки, женщины, они до того запуганы, что в числе и угрозы депортации, что бывало случаи, когда отсутствие средств и законного статуса пребывания на территории другой страны, вынуждают их вообще не обращаться в медицинские учреждения. По многим проблемам они решают свои проблемы касательно репродуктивного здоровья через посредников. То есть они переговаривают, обсуждают диагноз по телефону, и обычно по телефону назначают определенные препараты, и они в основном занимаются самолечением. Почти 50% беременных женщин-мигрантов делают аборт. По данным одного из медицинских центров, которые находятся в городе Москве, они отмечают, что более 70% женщин, которые обращаются в медицинские учреждения, они обращаются именно по поводу прерывания нежелательной беременности. И бывают случаи, когда они уже в позднем сроке обращаются за прерыванием этой беременности. Также они фиксируют летальные исходы, когда уже женщина сама лично применяет какие-либо препараты для прерывания беременности. У каждой десятой беременной мигрантки возникают такие осложнения, как выкидыши и мертворождение. Очень низкое знание о методах контрацепции, очень низкое знание вообще о функции, об анатомии репродуктивной системы. Также на контрацептивную культуру оказывает влияние место проживания наших женщин. В основном это женщины из сельской местности. За пять лет Министерство труда и социального развития доставило на родину из России 50 детей. И на сегодняшний день остро стоит проблема оставшихся детей именно без попечения родителей. Рекомендации – это правительство разработать межправительственные соглашения по медицинскому обслуживанию. Далее мы говорим о совместном страховании, то есть или же страна пребывания, или же страна назначения отрабатывает сам механизм медицинского страхования. Ну и создать базу данных медицинских учреждений, куда бы могли обратиться наши женщины-мигрантки. Ну и очень важный компонент – это предвыездная подготовка наших женщин, именно информирование наших женщин о проблемах репродуктивного здоровья. Спасибо. Как, по-вашему, самый хороший мир информировать женщин и девушек? Мне кажется, что через систему образования не очень хорошо получается. Везде в регионе и родители тоже не очень готовы говорить на этих темах с детьми. Самый такой оптимальный способ информировать женщин – мы сейчас очень тесно работаем с женщинами-лидерами, которые проживают именно в данной местности, где есть проблемы. То есть элементарно объяснить анатомию, физиологию репродуктивной системы, элементарно объяснить, какие виды контрацепции. То есть это любая женщина может донести женщине. И работа с лидерами женщинами дает какой-то результат. И предвыездная подготовка мигрантов тоже может оказать прямое воздействие, когда уже женщина приезжает в страну пребывания, когда возникает проблема, она уже будет знать, что если у нее задержка, то, возможно, у нее беременность. И мы уже сейчас отрабатываем систему перенаправления. То есть все мигранты, которые уезжают, женщины из Кыргызстана, мы их информируем о том, что в крупных городах есть частные центры, где они могут получить информацию на своем языке и могут получить медицинские услуги именно по репродукционному здоровью.